привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут артур сегодня в рубрике первый взгляд мы посмотрим альфа версию арма 3 которая вышла в свободный доступ буквально на днях мне предоставил джек шепр за что ему большое спасибо ну давайте ознакомимся в принципе показывает тут пока особо нечего то есть нет ни сюжета никаких либо особых миссии тут есть небольшой шоу кейс то есть показать допустим транспорт вертолеты возможности техники но я решил что лучше мы сделаем не так а просто посмотрим все это в эдитере я идитору достаточно сильно люблю потому что я играл в него и парке 1 и в армии 2 и тут я думаю возможности только улучшится сейчас я пока вижу что интерфейс как минимум стал гораздо более удобным в принципе арма 2 эта игра такая вот которую я жду наверное одна из самых таких ожидаемых в этом году потому что мне всегда нравилась эта игра первые части я по большей части никогда не играл в нее в мультиплеер потому что мультиплеер не там не сильно нравился но вот именно в эдитере я зависал временами бывал часами потому что он очень гибкий простой в освоении ну и давайте поставим человека у нас как обычно две фракции то есть белые и голубые и красные глупые наверно американцы красные наверно как обычно русские или кто там у них в этот раз я честно говоря не серьезно знаю насчет сюжета до никогда в этой игре не был особо важен посмотрим на изменения в графике посмотрим на изменения физики посмотрим на изменения в звуке все как обычно так выберем человека поставим его по сути стандартным человеком побегом и поставим где-то здесь у нас есть да вот empty поставим один вертолет да судя по всему это россия потому что к 60 это наш вертолетик куда-нибудь его на более-менее ровное место на принципе тут пусть стоит и сюда какой-нибудь внедорожник и фрид или hunter давайте поставим hunter это насколько я знаю что-то именно такое евразоды грузовичок ну и в принципе вперед посмотрим на количество и качество изменений по сравнению со второй частью насколько я знаю тут движок достаточно серьезно прокачали не игра соответствует всем современным требованиям сейчас покажу вам настройки графики в принципе это практически максимум насколько я понимаю возможно будут какие-то подтормаживание но пока этого не замечено выглядит все достаточно круто это именно такой узнаваемый пейзаж итальянской глубинки как и говорили сами разработчики что-то эдакое то есть острова теперь далеко не чернорусия приятно сюда вернуться потому что до изи у меня было желание играть как в арму так и в дэйзи надолго просто набили оскомину тем не менее надо отдать ему должное потому что именно благодаря дэйзи армию знали широкие народные массы и в альфу арма 3 поиграла уже народу больше чем в арму 1 2 вместе взяты недавно почитал новости разработчики порадовались так на вертолете мы просто взлетим я не думаю что мы далеко полетим потому что я на нем тупо убьюсь как вы знаете летаю я примерно как кирпич то есть строго вниз но осмотримся детализация всего выросла примерно раз наверно в 100 выглядит все достаточно круто а то настройки графики любителей покопаться видеокартах это я думаю будет важно мне в принципе не сильно меня устраивает картинка в целом ну как то в общем вот так вот все это выглядит и на достаточно мощном компьютере но тут запись конечно сказывается но выдает среднем 30-40 кадров в секунду так ну что полетели да приятно все выглядит надо было конечно погоду поставить более пасмурно но в принципе так автозависание я в арму всегда играл именно в эдитаре я создавал для себя миссии массовки именно там россии против америки прописывал скрипты именно там мне было интересно с этим возиться а мультиплеер как-то я никогда особо не уважал в этой игре не знаю я знаю там натушина многие играют но это не мое нет никак не впечатляло так в общем такой вертолет у него даже есть гатлинги что делают гатлинги на кайта конечно странный вопрос ну ладно хорошо давайте подлетим повыше и наверное выпрыгнем с парашютом а подождите парашюта у нас нет как мы выпрыгнем ну хорошо давайте тогда снижаться остров насколько я знаю достаточно огромный сейчас мы примерно до той военной базы доедем так я так понимаю что я снижаться не буду почему-то у меня не работает кнопка снижения возможно я переставлю на другое место ладно хорошо давайте тупо выключим движок таким образом приземлимся и потом начнем заново по крайней мере на взрывчике посмотрим верно короче говоря насколько я понимаю если они и правду улучшили работу со скриптами потому что во многих моментах там допустим до странно мы приземлились без взрыва без ничего нормально я то есть даже уже смогу выбраться что ли хорошо модели персонажей как видите тоже достаточно серьезно прокачали до подлечимся модели персонажей анимацию освещение все выглядит очень круто это радует короче говоря именно скриптами была большая проблема в эдитере то есть создаешь миссию в которой нужно остановить колонну движущуюся потом смотришь эта колонна едет какие не знаю какие-то муравьи одна подтормаживает другая врезается и в задницу это настолько тупой искусственный интеллект был что просто временами выбешивала так хорошо поехали в город посмотрим что там есть машинка конечно такая странная что-то по моему более африканское такое так физика фирменная теперь машинки могут наезжать но пока я вижу что они все равно один хрен проваливаются эти долбаные текстуры какая-то работа над ошибками уже видно прорываю проделан да так домик в который можно войти ну понятно что там внутри ничего не будет в домики это входить интересные имена во время мультиплеерных забегов либо во время пользовательских миссий а так там делать нечего особо дома по большей части все также как это говорится не входя бельные вот это по можно войти давайте мы его посетим так выключим движок и выгрузимся персонажа нашего конечно потрепало во время падения с вертолета но не убил что странно я думал мы сейчас разобьемся просто вдрызг так хорошо да сейчас мы будем стонать до воду ли внутри по-прежнему спартанские условия кто-то наверное вынес всю мебель потому что другому это логически объяснить не получается но повторюсь для этой игры это не важно для нее главное правильная баллистика полный реализм и тому подобное как то вот так прикольно облик но эти виды конечно это совсем чернорусия тут все выглядит просто офигительно настоящий какой-то курорт с бегом туда поплавать попробуем кстати говоря еще одно новидение этой игры это водолазы теперь многие миссии могут начинаться под водой подплываете там под водой с подводным пистолетами и тому подобное внесет разнообразие в общем пока поехали дальше но как-то побольше часть вот этот арма 3 пока что я могу сказать что именно в плане проделана работа выглядит больше как работа над ошибками чем какой-то серьезный шаг вперед не знаем конечно глубину детали можно будет оценить только когда выйдет полная версия сейчас пока так балуемся и все-таки очень жаль что dz стендалон не будет на этом движке он будет на улучшенном движке арм 2 как понимаете будет гораздо менее красивое зрелище ну да ладно арм 2 до сих пор многим играм прикурить визуально даст особенно в лесу такого леса как в армии нет нигде по моему так хорошо поехали уже к той базе как я и говорил в принципе пока смотреть особо нечего можно посмотреть на приятный графон это опять же графон приятный но очень стерильный то есть звезд с неба не хватает особо так восхититься нечему тот же кразис 3 выглядит несмотря на сопоставимые технические требования раз в 10 более красиво здесь же просто соответственно современным реалиям не более но конечно таких пейзажах повоевать будет достаточно интересно потому что это все-таки курорт наверняка эта армия 3 на эту карту пришпандорит потом модификацию dz то есть мы с вами тут еще побегаем я думаю хотя как знать так поехали по бездорожью у нас же все-таки страшная звери машина немножко переработали кстати интерфейс именно повреждений двигателя корпуса топливной системы выглядит на мой взгляд более удобно ой что же так медленно лезешь-то не знаю сюда птигры какого-нибудь он бы тут просто на скорость 50 км в час проехал бы не заметил на машинка не торт что за смотровая хорошо глушим движок я кстати забыл как в этой игре смотреть мундирование по моим кнопка ой это не кнопка я и кину гранату ложись дымовой взрыв все как и обычно повторюсь выглядеть все поприятнее особенно таком расстоянии так zeroing выставляется если выставляется то на какие-то другие кнопки пока что не вижу 300 метров как стоял так и стоит ну и черт с ним потом разберемся видим управление маленькой переработали все-таки отлично учить не застряли вот эти постаральные пейзажи конечно не хоть в стиле на колец еще одного снимай так что у нас тут на блокпосту эта дебильная кнопка осталось коню что осталось я никогда не понимал ее предназначение почему зачем она вообще нужна но выглядит это смешно конечно то есть несмотря на обилие таких контекстных клавиш не то что набили контекстных клавиш а даже вот и в этом меню постоянно куча возможностей и сюда никак не могут запихнуть банальное перешагивание это странно так ночью по бездорожью вниз какие-то у нас страшные перчатки насколько я понимаю напишите в комментариях я честно говоря не гуглил и поэтому не совсем знаю какой временной промежуток будет в третьей армии судя по оружию судя по обмундированию это недалекое будущее потому что здесь у нас приводит а и были хиборги посмотрите на руки конечно станет он по-прежнему как девчонка так ну в общем как то вот так есть где развернуться но пока разворачиваться особо нечего потому что даже в эдитаре я посмотрел пока бедновато к быть полный полная версия как обычно уйду с нее в нее с головой месяца на три то есть буду играть на себя создавать там небольшие зарисовки типа с той стороны пять танков с этой стороны 8 бронетранспортеров там чисто баловаться не на это как правило уходило много времени мультиплеер скорее всего будет лучше но я честно говорить могу по нему чу сказать потому что мне особо не играю единственный мультиплеер который играл это собственно dz а так у меня опыт мультиплеера в армии сводится не очень большим таким забегом да в машине давмач не более поэтому про мультиплеер не скажу жду сингл сингл никогда особо не отличался большими возможностями жду именно эдитар для меня в этой игре это самое главное так давайте в диспетчерскую вышку заглянем потом попробуем поплавать так зачем на пассажирский гир да вот он кстати новый инвентарь здесь у нас сразу аттачменты есть я так понимаю их можно прямо на ходу снимать как-то так хорошо ладно давайте выгружаться окна то получше бьются теперь и вот окна бьются все так же деревянно ну и ладно главное что бьются просто арма вот она сколько лет прошло сколько и патч или патч или там по-моему несколько гигов патчев вышло а все равно в итоге кривая как хрен знает что с этой игрой похоже будет тоже то же самое примерно но собственно никто не жалуется вот опять видели пример великолепной анимации в целом повторюсь выглядит все как серьезный шаг вперед но это именно эволюция то есть игра растет над собой не сказать что куда-то там вверх скорее в стороны так круто пошли плавать пошли на пляж мне нравится этот материк я уже сразу в него влюбился здесь можно будет устраивать интересные диверсионные миссии допустим скорее всего нас создаю диверсионных миссий поставлю на них кооперативные возможности прохождения и буду с кем-нибудь бегать вдвоем потому что последнее время я люблю кооператив так хорошо машина я думаю тоже помыть нести лишним не будет попозже добавить самолета на них тут можно будет полетать тихо как-то вот так приплыли все машину утопили движок сразу заглох видите теперь мы можем плавать под водой не только на поверхности как курс дерьмом по-настоящему как спецназ и выглядит достаточно круто средиземноморье это зачет рыба плавает прикольно так ну что давайте на этом заканчивать это такая небольшая демонстрация достижения народного хозяйства графических улучшений геймплейных улучшений улучшений в правления улучшений в области анимации то есть по мелочам допили но очень много и выглядит все это именно очень и очень круто надеюсь вам понравилось увидимся в других видео в принципе на этом все с вами был Артур я пошел сушиться на берег всего хорошего пока-пока-пока геймплейных улучшений в доме Продолжение следует...